27-летний житель Туркестанской области Бигжан Сагындыков приехал в Астану 4 года назад. С тех пор, чтобы прокормить себя, Бигжан нанимается на работу на пятачке у рынка столицы. Здесь своеобразная народная биржа труда. В месяц он зарабатывает в среднем до 150 тысяч тенге. По его словам, работа, предложенная ему центром занятости, оказалась непостоянной. Среди тех, кто нанимается на работу, за 3-5 тысяч тенге в день и Баймрза Арапов. По его словам, несколько месяцев назад сюда приходили представители Байконурского района столицы и обещали ему и его товарищам найти постоянную работу. В центре занятости населения Астаны ежедневно в поисках работы приходят до 300 человек. По словам работников центра, сейчас в их базе находится более 4 тысяч заявок от безработных, а число зарегистрированных в центре предприятий работодателей – 2562 и более 5 тысяч свободных рабочих мест. В январе 2018 года в Казахстане, в Казахстане запустили электронную биржу труда. По словам министра труда и социальной защиты населения Мадины Абалкасымовой, через сайт биржи «Енбек Кейзет» за прошедшие полгода трудоустроено 160 тысяч человек. По мнению столичного активиста Асхата Рахимжанова, возможно, электронная биржа и помогает в поисках работы в городе. Но проблемы с трудоустройством на селе она решить не в силах. В городе как-то вопрос этот, конечно, можно решить, потому что в городе более-менее в процессе урбанизации происходит расширение определенных рынков, особенно третьего сектора экономики, это рынок услуг. И достаточно много агентств, которые могут помочь людям найти. Но проблема касательно села, здесь уже проблема намного существеннее, потому что в селе, как известно, и как все уже знают, серьезных каких-то процессов по поводу нахождения, создания рабочих мест не происходит. По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики, количество безработных казахстанцев по итогам первого квартала этого года составило 437 тысяч человек. Это примерно 5% от общей численности населения страны. Продолжение следует...